Проекты Сколково получили прибыль в 14 раз большую, чем планировалось. В прошлом году это почти 28 миллиардов рублей. Эти деньги выручили малые инновационные компании, а это, в общем-то, главные резиденты Иннограда. Такого не ожидали и 5 лет назад, когда в Сколково только начинали работу. Сегодня большой отчет и планы по развитию представили Дмитрию Медведеву. Он посетил Инноград. Репортаж Евгения Рожкова. Теперь это целая агломерация инноваций. Корпуса, лаборатории и огромный, один из крупнейших в Европе, технопарк. На нем уже крепят символику Сколково, заселение в конце года. Пока же на сотни метров вокруг разрослась деревня стартапов. То есть проектов, в которые поверили и которые дают результат. Без этого аппарата Ярослав не сделал бы даже шага. Он в прошлом акробат, во время прыжка упал с высоты 12 метров. Перелом позвоночника и диагноз паралич. Но ученые из Сколково предложили попробовать этот прибор. Внешний экзоскелет. Слава стал первым его испытателем. Освоил нелегкую электронику и пошел. Ярослав, насколько это трудно? Ну сейчас у меня пока тренировка. Мне нужно где-то походить около часа. И мне будет более свободно и легче передвигаться. Долго учились? Учился где-то две недели. А на этом 3D-биопринтере, это трудно представить, научились печатать самую настоящую щитовидную железу из биоматериала и биочернилами. Вот этот небольшой конструкт в центре чашки Петри, на коллагеновой подложке, это щитовидная железа мыши. Как маленькая бабочка такая. Да, как маленькая бабочка, маленькая, потому что представьте себе, что это нужно посадить под почку мыши. Нескольким мышкам их уже пересадили, рассказали премьер-министру Дмитрию Медведеву. И маленькие пациенты прекрасно себя чувствуют, а значит опыт можно продолжать. То есть биокластер дал действительно потрясающий результат. Глава правительства смотрел на стартапы почти час. Тренажер для олимпийцев, супермощные батареи и наш российский интернет, которым уже заинтересовались китайцы. По-русски шпарите, это великолепно, гораздо лучше, чем мы за китайские. И желаю вам, Яросли, об успехов и лучшего будущего. Си-си. Инноваторы из Финляндии, Германии и ещё 15 стран решили работать в Сколково, несмотря ни на какие санкции. Вместе с российскими компаниями их больше тысячи, а значит можно подвести и первый итог. Сегодня мы можем твёрдо сказать, Сколковский проект состоялся, он живёт. И он живёт не только как набор резидентов, а их уже 1100 штук, которые производят интересные продукты, которые занимаются патентованием, которые пытаются коммерциализировать свои разработки. Но он живёт уже и как научный центр. И сегодня же первый выпуск инновационного университета «Сколково тех». Вместо подарка выпускники попросили селфи. ВИМА, СКОЛКИ! Право открыть первую улицу Сколково, улицу Нобеля, предоставили мэру столицы Сергею Собянину. Именно Москва взяла на себя прокладку всей инфраструктуры и награда. Теперь, говорили уже на попечительском совете, надо решать транспортный вопрос. Необходимо решить вопрос о запуске электрички с белорусского вокзала. Давайте подготовим поручение, потому что это качественно изменит ситуацию с доставкой всех, кто будет здесь работать или учиться. Жильё инноваторам здесь уже строят апартаменты и таунхаусы. Это трёхэтажный с гаражом и двумя спальнями, видимо, для профессора. Остальные тоже комфортабельные, но попроще. Полностью и наград Сколково будет готов к 2020 году. Но и тогда, обещают строители, это место останется одним из самых зелёных и экологичных мест в столице. Евгений Рожков, Мария Зенцова, Николай Коскин и Антон Чигаев. Вести. Продолжение следует...